Всем привет, друзья! С вами Ксюша. Сегодня будем ковыряться в моих новиночках. Ну как новиночках, да? Я болела и очень долго не снимала видео, поэтому эти новинки были не просто протестированы, а я уже к ним привыкла. Я уже их возвела в ранг своих каких-то друзей и товарищей, но все равно держала их вот так в коробке, чтобы вам показать. Сразу с места в карьер уход корейский, все как я люблю. Это марка с непроизносимым для меня названием, сейчас где-нибудь, короче, блин, I don't know. Сама линейка продуктов называется Inbetween, это я могу произнести. У меня здесь крем, выравнивающий тон кожи, это крем-пре-макияж, это крем-база под макияж. Это тема вообще бешеная. И спрессованная сыворотка. И вот вы смотрите, да? Очевидно, что вот этот продукт будет большой, коробка большая, этот продукт будет маленький, коробка меньше. Достаю. Сейчас прям магия. Вот она сыворотка, которая из маленькой коробочки. И вот из большой коробочки крем. Это что за обман такой? Ну, как бы, ну, мелочь. Ну, это называется, знаете, короче, неоправданные ожидания. Давайте про сыворотку. К какому-то из этих продуктов, я не знаю, кому шла лопаточка. Где она у меня, кстати? Куда-то я ее тут... А, ну вот она у меня застряла. Шла лопаточка. Но эти продукты стоят столько, что к ним должна быть лопаточка, грабельки, матышка и небольшой мотоблок. Ну вот, лопаточка была одна, мне приходилось ее мыть, вытирать на сухобумажным полотенцем и набирать следующий продукт. Давайте начнем с прессованной сыворотки. Здесь 50 мл и невероятно экономичный расход. И я использовала эту сыворотку и думала, господи, да когда же в ней хоть ямка появится? Потому что стыдно в обзоре показывать продукт, который вообще как будто его никто не трогал. Это такой гель с приятным травянистым запахом. И это штука удивительная. Это не просто сыворотка под крем. Это, можно сказать, абсолютно самостоятельный продукт. Прекрасно подходящий. Коже жирной, коже чувствительной, коже сухой, коже нормальной. Вот как такое может быть? А может. Плюс этой сыворотки для меня в том, что она быстро впитывается, не конфликтует ни с какими средствами, ни с уходовыми, ни с декоративными. И немножечко подсушивает и сглаживает воспаление. Вот это прям для меня большой-большой плюс. Я очень люблю, когда продукт успокаивает кожу, потому что я свою кожу мучаю постоянно. Это и всякие процедуры в домашних, естественно, условиях. И макияж достаточно плотный, тяжелый, агрессивный, с большим количеством силиконов, которые сушат кожу. Забыла сказать самое главное. Вот эта сыворотка борется с покраснениями. Будь то постак на какие-то красные, будь то, там, я не знаю, мой купероз. Ну, понятно, что это такое косметическое, как бы, да, воздействие временное. Но действительно убирает красноту. Очень классная штука. Но не такая классная, как вот этот крем. Это крем-база под макияж. Вы его используете только утром. Соответственно, расход у него тоже маленький. Я говорю о маленьком расходе, потому что это важно, учитывая цену. Вы должны понимать, да, за такие деньги, сколько вы получаете продукта и как быстро он у вас будет расходоваться. Здесь сколько, кстати? 30 миллилитров. 30. Вот смотрите, за месяц использования, как показать, вот, вот у меня ушло вот так. Это за месяц, причем я его не экономила, я наносила на всю зону лица и на шею с декольте. Здесь есть масло лаванды, которое подсушивает воспаление, которое борется вот с этими, да, проблемками кожи локальными. Здесь есть масло ши, которое прекрасно увлажняет кожу. И здесь есть мой любименький неоцинамид, который улучшает тон кожи. И вообще, вы знаете, этот крем белый, да, я сейчас, где моя лопатка? Этот крем, вот он белый и очень плотный. Я возьму чуть-чуть, потому что, ну, сейчас его будет достаточно сложно разнести по руке. Его нужно совсем немножко и очень хорошо растирать по лицу. Видите, он белый, то есть он не впитывается мгновенно, как сыворотки, как какие-то гелевые текстуры. Это прям крем. Но зато, после того, как вы его нанесли, вы сразу замечаете изменение тона кожи. И любой тональный крем, даже самый капризный, будет прекрасно растягиваться по нему. У вас экономия тонального крема тоже в данном случае получается. Единственное, что, когда наносите, проверяйте, чтобы не осталось полос. Знаете, вот когда кистью, например, наносишь тональный крем, такие полосы за кистью тянутся. Вот если взять слишком много крема, у вас могут остаться полосы. И если вы решите, что вам на сегодня достаточно пудры и нанесете, вот эти полоски будут так подчеркнуты пудрой, и это будет очень некрасиво. Поэтому берите совсем чуть-чуть и хорошенечко разносите по лицу. Оба средства зачетные. В принципе, в корейцах я никогда не сомневалась. Мои следующие любимцы, мне их прислали на обзор, это хайлайтер Makeup Revolution, который я уже использовала на моделях, которые прекрасны в фэшн-съемке, которые очень круто смотрятся и на теле, и на лице. Но на своем лице, честное слово, не могу использовать. Мне не нравится на лице. Но вот тут вот на ключицу, на плечо подчеркнуть цвет кожи, если это светлая кожа, то какую-то фарфоровость, это просто круто. Если у вас впереди выпускные, или если вы летом любите, ну, такой эффект холеной кожи, знаете, такая типа инстаграмная чекуля, вот присмотритесь. Это, кстати, бюджетная история. У меня три оттенка. Первый оттенок Luminous Luna, это такой беловато-желтоватый оттенок. Тут, кстати, да, пипетка и очень густое средство. Плюс этих хайлайтеров в сравнении с аналогичными, да, продуктами, это сейчас, да, не суперновинка у других брендов. Другие бренды содержат мало частиц в себе. У меня просто такой тоже с пипеточкой есть средство. Я вам его, по-моему, кстати, в каком-то из видео показывала. Здесь вот этих сияющих частиц невероятное количество. Вы посмотрите, расход здесь минимальный. Вам одной бутылочки хватит очень надолго. Я прям рекомендую, прям рекомендую. Очень прикольная история. Сейчас не знаю, как поймать свет, но у меня всегда с этим беда. Сейчас на улице у нас пасмурно. Вот, очень прикольный оттенок. Ну, подбирайте тоже по температуре цветовой вашей кожи и так далее. Следующий очень мне нравится оттенок Ethereal. Вот что у меня сегодня с английским, да? Сейчас бы мне Ольга Федоровна дала чертей. Это розовый оттенок. Розовый с лиловым таким подтоном. Понятно, что этот цвет, это нюансовый перелив. Вы его там прям не увидите как-то супер-пупер, там, да, прям цвет какой-то. Нет, это такой нюансовый момент, который... Вот этим вот, кстати, розовым я подчеркивала фарфоровую кожу у девочки, такой блондинки. У нее кожа сама как будто прозрачная. И вот этот хайлайтер очень красиво на ней смотрелся. Вообще, можно даже делать... Ну, я не буду на себе показывать, да? Слезы. Привет, Эля Булочка, да? Что называется? Глиттерные слезы такие хайлайтерные. Очень, ну, стильно. Кому нужно побаловаться в Инстаграме. И третий оттенок. Вот, люминус голд. И это прям голд. Клевая штука. И это то, что идеально подчеркнет... Вот видите, кстати? Вот смотрите. Вот смотрите, я хотела его капнуть, а он у меня разделился на силиконовую фазу и на, собственно, вот эти частички. Всегда взбалтывайте. Это не криминально. Это у многих продуктов такое бывает, но, посмотрите, видите, у меня просто капля силикона на руке. Вот, встряхивайте. Просто, видимо, залежался как-то мой золотой. Так, вот он. И это то, что роскошно работает со смуглой кожей. С кожей, которой нужно подчеркнуть загар. Это то, что, кстати, можно использовать в качестве, знаете, чего? Таких жидких колготок немножечко. Крутой эффект. Крутой. И на лице очень красиво. Если у вас кожа сухая, либо нормальная. На жирной коже я не понимаю, мне не нравится, как выглядит. Но если у вас руки из нужного места и вы умеете это использовать, то, ну, пожалуйста. И переходим к минералам. КМ Косметик. Снова мне прислали, значит, новиночки. То, что появилось на сайте, это для меня новинки. Я просто это не видела до этого. Смотрите, какая прелесть. Вот такой набор. Я думала, что это какая-то фигня будет с малюсенькими какими-то там рефильчиками. А это прямо, смотрите, очень красивый набор. Очень красивый. У меня это набор теней. И сегодня эти тени у меня на глазах. У нас опять с вами, обратите внимание, пожелтело изображение, да? Как это происходит? За счет чего? На самом деле тучка разошла, все, изображение поменялось. Камера адаптировалась. Эти тени сегодня у меня на глазах. Здесь несколько оттенков от самого светлого. То есть это 5 оттенков теней, которые, в принципе, идеально подобраны. Сейчас я вам покажу самый светлый оттенок ES101. Это, ну, такой вот светлый. Он, знаете, нейтральный оттенок. Вот он у меня, собственно, нанесен от угла глаза до серединки, до, точнее, внутреннего края радужки. Оттенки, которые, ну, такие, знаете, оттенки для туши. Такие переходные оттенки. ES528. Это вот такой красивый коричневый с серым подтоном. Очень крутой. С шиммером. Оттенок ES527. Он у меня нанесен под стрелочкой. И вообще вот этот очень удачный оттенок, кстати. Его можно носить на все века. И это смотрится клево. Матовый коричневый тоже классный. Тоже его легко можно использовать, чтобы вы понимали, что внутри. Да, вот такая заглушка. Вы ее проворачиваете, отсюда высыпаете тени. Тени насыпаете всегда в свою крышечку. И набираете отсюда кистью. То есть пигментация прекрасная. Это роскошно. И переносится, в принципе, в неизменном виде на глаза. Любые минеральные продукты при правильном использовании. Это суперэкономичный продукт, которого вам хватит на тысячу лет. Тени, которые я не поняла, которые мне испортили пару макияжей. Это черный оттенок теней. И это так называемая шахтерская пыль. Для меня, то есть небольшое количество этих теней, если они где-то просыпались. Вот посмотрите, они просто скатываются у меня с руки и оставляют полосы. То есть вот в такое растирается пятно. Это опасно. Особенно, если вы делаете макияж, если вы уже сделали тон. Если эти тени просыпались, вы их потом ничем не уберете. Вам придется тон с лица снимать. То есть, ну вот с этим оттенком, да, нужно быть осторожным. Я вообще не уверена, что он самый необходимый в этом наборе. Но, если вы любите рисовать растушеванную стрелочку, вот этот интенсивный черный вам подойдет. Ну, единственное, что приноравливайтесь, конечно. Это тяжело. Я типа не буду... Косметика для меня, а не я для косметики. Я не буду приноравливаться к этому черному. Он у меня будет лежать для, может, каких-то фэшн съемок. Если понадобится, там, обсыпать модель чем-то черным. Ну, вот разве что. Офигенный набор. У меня, кстати, что это за набор? Тут же есть пряная корица. Набор теней номер один. Знаете, их там, по-моему, три. И они все такие носибельные. Вы посмотрите, что вам больше подходит под ваши глазки. Следующее, что у меня было. Вот такой набор. И это уже не тени. Это набор продуктов для вообще знакомства с минеральной косметикой. Это у меня набор для лица номер два. Эффектное преображение. Он обалденно крутой. Я вообще хотела его пробовать сама. Думала, что я его оставлю себе. Но, ребята, я его не вскрывала. Я посмотрела. Я восхитилась. Мы этот набор разыграем. Мы, скорее всего, в Инстаграме. Мне там просто удобней. Да, наверное, так будет, честно. Или нет. Не знаю. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Да, мне надо раскручивать Инстаграм. Поэтому конкурс будет в Инстаграме. Итак, что здесь в наборе? Во-первых, вот этой баночки реально хватит надолго. То есть, ну, крутой объем. Крутой. Минеральный хайлайтер в оттенке H5. Невероятно красивый. Очень крутой. Вот у меня такого, кстати, не было. У меня были в других оттенках более холодные. Вот этот подойдет всем. Под любую внешность. Это будет очень красиво. Следующее, что идет в этом наборе, это бронзер. Матовый бронзер в оттенке BR202. Вы знаете, я бы сказала, что это средний оттенок у них. У меня было два бронзера от KM Cosmetics. И, ну, короче, там объема хватает вымазать, ну, я не знаю, небольшой город, да, в средней полосе России. Вам этой баночки хватит очень надолго. Сатиновый румяна в оттенке B215. Это вот то, из-за чего я, ну, прям вот, 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 жабка меня душит. И очень не хочется разыгрывать этот набор. Но мы его, конечно же, разыграем. Это и не теплый, и не холодный. Это, знаете, такой оттенок, который могут использовать те, кто говорят, я румяна не люблю. Мне румяна не нравится, я не матрешка. Вот это прям то, что вам нужно. Следующая баночка – финишная сатиновая пудра в оттенке N1. Ну, тут, собственно, говорить нечего. Пушистой кистью нанесете, и будет вам счастье. И тени, для того, чтобы вы, как бы, оценили, да, все виды продуктов. Тени в оттенке ES518. Очень универсальный, приятный оттенок, который можно и интегрировать в какой-то макияж, либо использовать соло. Так что, девочки, советую всем подписаться на мой инстаграм. Разыграем такую приятную штуку. Конкурс какой-нибудь, да, простой, без репостов. Там, комментарии напишите, и выиграете себе такой приятный наборчик. Следующее, что я заказала. Кстати, УКМ поменялся, с моего последнего заказа поменялся дизайн. У них теперь розочка такая стильная. И баночки стали покруче, они стали более такие плоские, такие какие-то, да, такие, типа, с характером. Это антибактериальная финишная пудра. Мне вот этого непонятно вообще. Между этой пудрой и моим лицом есть еще несколько слоев косметики. Зачем мне эта антибактериальность? Что я добиваюсь этим? Я понимаю, если я на голое лицо наношу антибактериальную пудру, кстати, это не возбраняется, главное не наносить ее на область под глазами, потому что может подсушивать. Так понятно, да, я подсушиваю воспаление, при этом выравниваю немножко тон кожи и так далее. Но вот если на готовый макияж наносить, ну, мне непонятно. Я понимаю, база должна быть вот такая, да, антибактериальная. За счет цинка, оксида цинка, она антибактериальная, очень тонкая, как, собственно, и все минеральные продукты белого цвета. Пудра классно лежит. Она сегодня тоже на мне, то есть вы можете как-то оценить. Супер, мне понравилось. Почему? Нет, использовать буду. Я думаю, летом, когда меня посыпет, а меня посыпет, да, я буду ее использовать. И мой самый любимый продукт вообще в минеральной косметике, это, конечно, консилер. И я заказала себе три оттенка. Три! Дело в том, что я не знаю лучшего средства, которое так бы идеально закрепляло консилер под глазками. И я взяла три оттенка для того, чтобы использовать в макияжах, да, в каких-то там коммерческих. Я взяла различных оттенков. У меня CN1, он сегодня у меня под глазками. Оттенок CN2 для того момента, когда я хоть чуть-чуть подзагорю. И оттенок CP, наверное, 1 CP. Почему C? CP 1. Он такой, ну, как бы спорный, но я часто с таким цветом кожи сталкиваюсь, поэтому я его взяла. Чтобы вы понимали, это средство, которое вы можете и на голую кожу наносить, и закреплять уже какой-то там жидкий кремовый консилер. Эта текстура разглаживает кожу под глазами и дает невообразимо крутой эффект. Ну, насыпать надо в крышечку, это я чуть на руку, я не знаю, что со мной происходит, что это я так все на руку стала насыпать. Вы кисточкой его набираете и выглаживаете вот эту область. Если потратить 5 минут времени, вы увидите обалденный эффект, что область под глазами заметно выровнялась, и это выглядит очень красиво. Я еще иногда наношу вот сюда, вокруг носа, потому что у меня там поры, а эти консилеры дают именно выравнивание текстуры, да, помимо выравнивания цвета. Зачетнейший продукт, и если вы у меня спросите, ну какой продукт из минеральной косметики купить вот один, да, какой самый лучший? Я вам скажу, что это консилер. На вкус и цвет все фломастеры разные, но для меня эти консилеры это просто вау, супер, и я рада, что у меня их много. Я показала вам далеко не все свои новинки, но в рамках одного видео, я думаю, достаточно. Все ссылки, на что найду, оставлю внизу. На что не найду, девчонки, в комментариях пишите, кто будет спрашивать, помогайте, советуйте друг другу. И вот, сегодня я желаю вам поддержки и взаимопомощи. Пускай в любой момент времени, когда вам понадобится добрый совет, чтобы вам подсказали время, или как пройти в библиотеку, или номер такси, или еще что-то, чтобы всегда нашелся человек, который мог бы вам подсказать, кто владеет информацией, владеет миром, вы это знаете. Пускай на вашем жизненном пути всегда в нужный момент появляется человек, который вам подскажет, поможет и даст правильный, дельный совет. Я очень сильно вас всех люблю, спасибо за ваш комментарий, за ваш лайк, за вашу подписку, спасибо, что вы со мной, и пока.